Приветствую вас! Думаю, что человек оказался в ситуации достаточно для себя тяжелой, то есть он любит безответно одному мужчину, да, но при этом девушка явно испытывает потребность в чем-то, чего она не получает от того, кого любит. И, кстати говоря, не может получить от того, кого любит, потому что он ее не любит. И она тем самым обращается к вам, то есть она вас ищет то, что ей не достает в общении с другим мужчиной. Другого мужчину она любит, она хочет с ним быть, он ей управляет как хочет, как поживает, она до него сделает все, в том числе и заблокирует вас, создает их друзей и так далее. Но, когда наступает критичный момент, она видит, что как бы не получает того, чего ей хочется, и знает, что вы можете ей это дать. И она обращается к вам. Получается такое вот, уж не знаю насколько, осознанное или неосознанное манипулирование вам с ее стороны. И в этой ситуации совершенно определенно, что девушка сейчас человек нерешительный. У вас в вашем сообщении есть такая вот фраза. Значит, вы пишете, думал, ты приняла решение для себя после этого разговора. Мы видим все раз в три дня, она при своем кости, либо мы гуляем, я свечу, чувствую, я симпатую. То есть вот вы сказали вроде бы как, что вы ей обрисовали свои позиции, да, сказали, что вы ей написали там мультиматум и все. И как бы непонятно, что она для себя решила. То есть вы ей высказали свою позицию, а вот что она вам сказала, понятно, не очень. И было бы здорово, если бы вы для себя четко постарались уяснить, что же она считала. То есть напомните ей по поводу того вот сообщения, которое вы ей писали, после которого она заблокировала вас. Скажите, что она думает по этому поводу, спросите у нее. Она скажет, ну, например, что мы можем быть только друзьями. Если так, то тогда вам нужно уже себя спросить, готовы ли вы быть для нее другом. То есть, что значит быть другом. Быть другом, это значит принимать ее такой, какая она есть, не требовать ничего от нее в доме, не требовать никаких там определенностей и так далее. А будет напросто принимать все ее условия по общению. Да, то есть вот вы можете не общаться сколько-то времени, потом она может вам позвонить, приехать к ночевской. При этом она с вами даже не сближается. Если вы хотите быть ее другом, это ваше право. Ваше право быть ее другом. Если вы это можете сделать, реально, без ущерба для себя. Если не можете, если вы не хотите, не считаете, что можете быть ее другом, то тогда, я думаю, что единственное для вас решение, это больше следовать своему, ну, как бы, своему взгляду. Больше следовать своей позиции, да, то есть, я бы сказал, позиция здесь явно с тем, как вы обрисовали, вот, в своем сообщении отношения к девушке и к ее партнеру. То есть, вы отпускаете ее, и если вы отпускаете, то вы не общаетесь с ней совсем. И если вы не общаетесь с ней совсем, то тогда это значит, что вы не принимаете ее звонки и не пускаете ее к себе в дом. Потому что, в практичном случае, у вас не получится ее забыть, и вы будете так и мучиться дальше. То есть, вам нужно определить, чего вы сами для себя хотите. Что вам нужно, и что вы можете девушке дать. Вот можете быть для нее другом, дать ей дружбу. Если можно, без исчерок в себе, если без страданий, без мучений и так далее. Если чувствуешь, что не можете, так и скажите, господи, у меня к тебе чувство и трудиться с тобой я не могу. А будьте честным, не бойтесь быть честным с ней. И если она, хоть немного, о вас беспокоится, если она вас ценит, то она примет ваше решение и больше беспокоить вас не будет. А вы можете ей сказать о том, что пока дружить я с тобой не могу, но в будущем, может быть, когда мои чувства к тебе улягутся, я смогу с тобой дружить. То есть, не нужно все обрывать прям совсем. Но ваша позиция, сформированная сейчас, на данный момент, недостаточно четко. Вот вы говорите, мы вроде договорились, но соблюдать договоренность не получилась, потому что девушка ее не соблюдает. Простите, вы договариваетесь с женщиной. Женщина договариваетесь в контексте мужского договора, мягче говоря, неэффективно, нерационально. Женщина не будет соблюдать договоры, потому что для нее понятия договора, какое он имеет для мужчины, нет. Но вы можете оставить свою позицию и просто не менять ее, вот не менять свою позицию, которую вы обрисовали в этом самом договоре, в этом с вами сообщении. То есть, если вы вам в сообщении сказали, что, коль она принимает решение быть с другим молодым человеком, это ее право, но вы тогда ее не хотите видеть, не желаете к ней обрисоваться, вот вы до тех пор пока чувствуете, что к ней неравнодушны, этой позиции придерживаетесь, потому что вы не сможете без ущерба и вреда для себя с ней дружить. Ну а когда, если почувствуете, что черт вы улеглись, вы можете воспринимать ее спокойно, когда у вас, может быть, девочка появится, своя и так далее, тогда вы можете написать ей начать дружить. Но именно дружить, ну, естественно, без ночевок, которая сейчас вас устраивает, и, естественно, без массажей. Потому что, ваше девушке это не понравится. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.